Венчурный бизнес, фаундер, каворкинг, опенспейс и другие. Эти иностранные слова относительно недавно появились в нашей речи, и все эти термины объединяет еще одно модное слово – стартап. Об этом явлении в современном бизнесе пойдет сегодня речь. Здравствуйте, в эфире канала РБК Перм, программа «Дело» в студии Станислав Загайнов. Как и сколько можно заработать на своих идеях? Сможет ли кто-то в этом помочь или нужно рассчитывать исключительно на свои силы? Эти вопросы сегодня зададим нашим экспертам в студии. Здравствуйте, это Михаил Шатров, представитель фонда развития интернет-инициатив. И Дмитрий Сергеев, основатель компании Carat Quest. Все правильно? Да, все верно. Итак, уважаемые эксперты, начнем с АЗОВ. Что такое стартап? Почему все сегодня поголовно употребляют это слово и связывают это дело с деньгами? Что вообще такое стартап? С одной стороны, почему все употребляют и очень модно это слово, потому что оно связано с ростом и кажется, что если ты сделал стартап, то через месяц у тебя будет куча денег, а через год ты будешь летать на своем самолете. И это должно быть близко к истине. Стартап это на самом деле обычная компания, которая находится в определенное время на определенной стадии. На стадии поиска той самой бизнес-модели, той самой способа заработать денег, который приведет к очень быстрому росту. Но не часто так бывает. Очень быстрый рост, вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Что такое очень быстрый в современных реалиях? То есть, как это быстрый? Насколько это быстрый? Потому что, правильно вы сказали, что многие думают, или может быть это раньше было так, думают, что вот я, ну, например, молодой человек, учится в институте, и вдруг решил, я придумаю какое-нибудь приложение, которое будет решать интегральное уравнение. Все студенты мои, у меня будет куча денег, опять же, как всегда. Насколько быстрые, насколько эти деньги быстрые сегодня? Ну, все зависит от того, насколько там твоя идея востребована на рынке, и насколько быстро ты будешь двигаться к достижению определенных целей. Есть такое выражение, стартап либо быстрый, либо мертвый. Если ты тестируешь гипотезы, потому что, как сказал уже Дима, компания находится постоянно в некой неопределенности, в отличие от какой-то крупной устоявшейся компании. Как правило, если ты там тестируешь гипотезы раз в неделю, ну, то есть, к примеру, попробовать свою идею у одной целевой аудитории, либо же попробовать увеличить средний чек. Если компании это делают раз в неделю, то это хорошо. Если раз в месяц, то ты слишком медленный. Если раз в два месяца, ну, все, можно расходиться. Это в любом случае зависит от целевой аудитории и от компании, правильно? При этом стартапом можно считать компанию, которая растет кратно. Имеется в виду, что не в два раза за год, а в 10 раз, 10x и так далее, относительно той точки, на которой сегодня наш сегодняшний день находится. Если мы медленнее, то это обычная компания, то есть, ларек или какой-нибудь магазин. Ритейл. Ритейл, например. Ритейл, то есть, если мы откроем сауну, баню или еще что-то, это не является стартапом. Это является обычным бизнесом. Вот, и как раз об этом. Воспроизводимость и масштабируемость. Это главное отличие от обосновенного бизнеса. Да, совершенно верно. Именно поэтому стартап должен расти кратно, потому что он должен кратно масштабироваться. То есть, если мы говорим про сауну, почему-то мне пришло в голову, то увеличить человека поток в магазин или в сауну или еще куда-то, в какой-то общепит, кратно невозможно. Просто потому что есть проходимость. Интернет-сервис или интернет-вещей или еще что-то такое, должно иметь такую возможность кратно увеличивать количество пользователей продуктом. И тогда, если повезет, то и количество денег. К вопросу, повезет или не повезет, мы еще, конечно, сегодня вернемся. Теперь давайте перейдем конкретно каждому из наших представителей этой отрасли, венчурного бизнеса, скажем так. Дмитрий, скажите, с чего все начиналось? Во-первых, расскажите о своей компании вкратце и скажите, с чего все начиналось. Я, насколько я понимаю, должно начинаться все с идеи. Лампочка загорелась, у человека какая-то идея родилась, он побежал ее реализовывать. Ну, у нас было, наверное, наоборот. Вот. Мы искали проблему. То есть, и вообще изначально мы, как команда, были веб-студии, то есть, такой, как таким типичным бизнесом, совершенно линейным. Но работа в студии нас напрягала, давайте так скажем прямо. Вот. И мы искали ту самую идею, ради которой мы откажемся от нашего текущего положения и начнем вкалывать и тратить свое время, энергию, ресурсы на нее. Вот. Вот. Но мы старались, по крайней мере, подходить к этому более-менее грамотно. Мы первое, что сделали, появилась идея, она была довольно простая, давать бонусы пользователям за покупки в магазине, в интернет-магазинах. Вот. И мы ничего не делали. Мы оформили презентацию этой идеи и пошли на конкурс BID, там, несколько лет назад, для того, чтобы продемонстрировать эту идею и услышать обратную связь от экспертов. Тогда еще не было вот всей этой тусовки, вот всего этого, всех технологий, методологий. Вот мы где-то вычитали, что стоит минимальными усилиями попробовать проверить идею. И нам сказали, что это отвратительная история, она не будет, не взлетит совершенно и так далее. И вот в таком положении, в такой ситуации мы находились несколько месяцев, когда мы брали эту идею, докручивали, поворачивали в разные стороны для разных целевых аудиторий, пытаясь найти то самое, что будет полезно рынку. Но тогда, Михаил, расскажите, вот если есть стартапер будущий, как он себя понимает? Я хочу, человек есть такой, который хочет заработать денег при помощи стартапа. Что ему делать? Куда бежать? С чего начинать? То есть, вот родилась идея, что с ней делать-то в итоге? В первую очередь, как я уже сказал в самом начале, нужно понять, насколько твоя идея востребована на рынке. Понять, кто твоя целевая аудитория, понять, где она обитает, эта целевая аудитория, пообщаться с ней, выявить и подтвердить, что существует реально та проблема, которую решит твой проект. И насколько, наверное, нова твоя идея, вдруг ее уже до тебя реализовали. Да, и вопрос еще в том, как сейчас эта целевая аудитория решает эту проблему. Но это к вопросу как раз-таки о конкурентах. Я бы сказал, бежать к клиентам. То есть, не бежать делать эту идею, реализовывать, а бежать к клиентам и пытаться продать несуществующий продукт. Ну да, вот такая вот. Как правило, первые продажи и вообще продажи являются подтверждением спроса и гарантией того, что твой проект востребован реально на рынке. Давайте поговорим о фонде. Давайте посмотрим сейчас картинки, которые мы приготовили. Некоторые цифры заранее заготовили. И это, во-первых, сколько всего проинвестировано в России. Я так понимаю, что вы представитель фонда в Пермском крае, в Перми. Сколько всего проинвестировано в России и топ-10 городов, в которые вкладывается фонд. Всего, я так понимаю, проинвестировано порядка полутора миллиардов рублей в России. И в топ-10 городов входит и Пермь в том числе. Ну, естественно, что первые два города это Москва и Санкт-Петербург. Они больше всех, чем больше занимают количество стартапов, чем вообще все остальные города. В Перми три. Да. Три проекта было нами проинвестировано. Это были инвестиции на ранних стадиях. От, да, на тот момент два проекта получили инвестиции. Один в четыре миллиона рублей и один проект 2,1 миллиона рублей. Так, понятно. Эти проекты прошли акселератор. Это такой трехмесячный интенсив, когда команды приезжают к нам в Москву. Наш московский офис, работают вместе с нами на площадке. У нас достаточно большой пул экспертов, партнеров. Плюс ко всему, помимо тебя, на площадке работают точно такие же команды, которые замотивированы на результат. Поэтому у тебя не остается никакого шанса, чем работать в режиме 24 на 7 и достигать тех целей. Достигать результатов. Достигать результатов. И самое важное – расти красно. Перейдем снова к цифрам. Отрасли инвестиций, куда были вложены деньги. Решение для бизнеса – это первое место, занимает около 31%. Маркетплейсы, интернет-сервисы и магазины – 28%. Ну и так далее. Образование, рекламные технологии, финтех. В какие отрасли вкладываются решения для бизнеса? Сейчас это очень актуально. То есть получается бизнес для бизнеса? Это наша история. Вот это ваша история? Да, совершенно верно. То есть вы делаете продукт, который потом впоследствии помогает бизнесу тоже развиваться? Угу. Взаимопомощь? Да, верно. А почему не вкладываются большие деньги, ну то есть большой объем инвестиций в остальные? Видео, аудио, медицины – они не интересны, они, не знаю, не востребованы? То есть люди хотят, в основном хотят зарабатывать деньги. Бизнес для бизнеса? Хороший вопрос. Я думаю, что дело в том объеме рынка, который есть у каждой отрасли. То есть, ну и в платежеспособности рынка. То есть если говорить про бизнес для бизнеса, бизнес, который уже работает, у него, по идее, должны быть деньги. И он эти деньги должен иметь возможность инвестировать в улучшение своего бизнеса. То есть чем больше денег, тем больше будет денег в итоге. Поскольку здесь все понятно с точки зрения, кто платежеспособна аудитория, и понятно чаще всего фаундерами, то есть основателями компаний, что именно нужно этому бизнесу, они сами были на их месте, то и проекты такие появляются чаще. В Перми, Михаил, какие итоги работы в Пермском? В Перми сколько проектов выпускников, заочников и тому подобное? У нас тоже есть такая графика. Ну, все зависит от стадии проекта. Для разных стадий проекта у нас есть разные предложения. Начиная от идеи, когда проект может зарегистрироваться в нашем преакселераторе. Это бесплатная обучающая онлайн программа, где ты можешь заполнить заявку, заполнить свой профиль, при этом посмотреть обучающее видео и в конце получить первую обратную связь от внешнего эксперта. Вот преакселераторов больше ста проектов полностью прошли в Перми у нас уже. Больше ста компаний уже знают, как себя вести дальше. Да, больше ста компаний полностью прошло преакселератор. Из этих команд, ну то есть по итогам нашей скайп-консультации с проектами, мы понимаем, как мы можем поработать или не можем поработать с проектом. Следующий этап – это заочный акселератор. Мы приглашаем команду на стартовое обучение в Москву, знакомим проекты с основной нашей методологией работы с проектами, начиная от того, как должен выглядеть твой клиент, где найти этих клиентов, как посчитать экономику, как посчитать рынок и так далее. 22 выпускника заочного. Да, это я думаю, что за последние два года, даже, наверное, полтора года, 22 проекта прошло заочный акселератор. Ну и главная цифра – четыре выпускника, проекты выпускника самого акселератора. Да, через очный акселератор прошло четыре проекта, из них три проекта получили инвестиции. Достаточно разные проекты. Это были проекты, связанные с тем, что проект – генератор одностраничных сайтов, компания LP Motor, компания Maugri, музейный гид, затем компания Smetus.com, сервис для… То есть, с одной стороны, есть строители, которые могут сделать ремонт, с другой стороны, заказчики, которые хотят сделать ремонт. Ясно. Скажите, пожалуйста, вот мы заранее поговорили еще с одним представителем стартапов, его зовут Егор Гурьев, компания PlayKey. Мы записали интервью с ним, и его позиция немного отличается от той позиции, которую занимает большинство тех, кто к вам обращается. Они развиваются самостоятельно. Давайте его послушаем. Мы сейчас разрабатываем игровой сервис, который позволяет играть во все современные игры, даже на слабом компьютере. У нас проект называется PlayKey. На сайте playkey.net все очень детально расписано. Мы берем деньги из пользователя за подписку и даем ему возможность играть во все современные игрушки. Но при этом он не покупает дорогой компьютер, но достигается за счет того, что мы используем свою технологию облачную, то есть мы транслируем игру как видеопоток. Очевидно, что на ранней стадии мы бы не смогли предложить какие-то высокие цифры для инвестора. При этом наш проект был бы очень высокорискованный, соответственно, инвестору пришлось бы отдавать существенную долю. А это снизило бы нашу привлекательность как команды на следующих этапах, потому что там доли размываются постоянно. То есть уже ты когда-то на пятом раунде, то понятно, что если доля с основателя очень маленькая, то инвестор любым понимает, что при такой конфигурации команда менее заинтересована, нежели доля будет более существенной. Вот он сказал самое главное, почему он не обратился изначально к инвесторам. Ну, во-первых, у него были деньги, во-первых, у него были работающие проекты, во-вторых, это какие-то сроки, как раз мы о том, о чем говорили, что должно быть все очень быстро, то есть в какой-то краткий период времени. Вообще, мы должны были поговорить о венчурных инвестициях, в принципе, как об отрасли. Есть проблемы, есть большие плюсы. Плюсы, наверное, в чем заключаются, главные плюсы вложения денег в такие проекты. С точки зрения кого, инвестора или с точки зрения… Инвестора, конечно. Ну, во-первых, это… начнем с того, что это быстрые достаточно деньги. Ну, то есть, когда ты вкладываешь, вернее, минимум денег, то через какое-то определенное количество времени высокий шанс получить кратно увеличившие, кратно увеличить эти деньги. Ну, не высокий шанс, как раз шанс низкий. Один из десяти проектов выстреливает, поэтому один в десяти. Хорошо, тогда с другой стороны зайдем. Для того, чтобы инвестировать в стартапы, что нужно предложить? Стартапу? Да, ну, то есть, что стартап может предложить сразу инвесторам. Ну, тут важный момент, собственно, какая история у стартапа. То есть, если есть какая-то динамика, и она положительная, то есть, кривая роста видна, то и оценка команды там достаточно высокая, команда сильная, может и дальше расти, есть для этого компетенция. То, собственно, это те два фактора, на основе которых можно понимать, имеет смысл вкладывать в эту команду или нет. Если этих двух моментов нет, то инвестиции получаются довольно рискованными. Кто оценивает риски в данном случае? Ну, понятно, что сам, например, ваш фонд оценивает. Каким образом сейчас происходит оценка рисков? Ну, во-первых, мы смотрим на рынок. Есть ли рынок у продукта? Мы смотрим на конкурентов, смотрим на предыдущий опыт команды, с чем он связан, связан ли с той отраслью, которой он занимается сейчас. Ну, то есть, инструменты есть для оценки рисков. Все понятно. Ну, несколько лет назад РБК Дейли выделила главная проблема российского венчурного рынка – сложность введения инновационного бизнеса, отсутствие инвестиций на ранней стадии, агрессивная политика и так далее. В двух словах, изменилось ли что-то за это время? На мой взгляд, да. В первую очередь, изменилось, я думаю, что отношение инвесторов к проектам в том плане, что, как сказал Дима, что в последнее время инвесторы в первую очередь смотрят не на точку, в которой находится проект, а на ту динамику, которая может получиться. С вашей точки зрения изменилось что-то? Да, однозначно, потому что и стартапы ставили цивилизование с точки зрения того, что они больше знают, есть методология, есть понимание, какими инструментами пользуются для развития бизнеса. И инвесторы знают, что стартапы это знают и имеют свои технологии. И это значительно упростило венчурную историю, венчурный бизнес. Все понятно. Мы попытались разобраться, что такое стартапы и что такое венчурное инвестирование сегодня в наших реалиях. У нас в гостях был Михаил Шатров, представитель фонда развития интернет-инициатив и Дмитрий Сергеев, основатель компании Carat Quest. Это была программа «Дело» на канале РБК Пермь. Меня зовут Станислав Загайнов. Увидимся.